Добрый вечер, меня зовут Сергей Чураков и сегодня я буду показывать, буду проводить вебинар по корпорации XS. Итак, начнем. Сегодня у нас будет такая лидерская встреча между партнерами и расскажу о продуктах корпорации. Поехали. Эти слайды я получил от самой компании непосредственно, поэтому я ничего здесь не менял, рассказывать буду как есть. Немножко историю расскажу. В 2010 году корпорация прошла федеральную проверку, а начала свою деятельность еще в 2006 году, предоставляя интернет-услуги, такие как веб-хостинг, регистрация доменов и услуги по рекламе и по продвижению. Много было разных продуктов, потом был период, когда эти продукты стали неактуальны, потом они другие придумали продукты, то есть рынок IT-технологий, он постоянно такого движения, он постоянно меняется. И компания смотрит, что есть на рынке, и если есть тенденция в развитии тех или иных направлений, тогда компания подхватывает это направление и начинает внедрять в жизнь. Потому что если есть спрос на данный продукт во всем мире, то этот спрос можно направить в русло этой же компании и продвигать продукты через себя, а не через сторонние компании. И на этом можно, естественно, заработать. Поэтому после федеральной проверки в 2010 году я регистрировался в феврале 2011 года, то есть 6 лет назад. Был, естественно, небольшой всплеск в 2011 году и потом опять спад. И вот, в общем, компания живет такими волнами, то идет реальный всплеск, то реальный спад. На сегодняшний день ожидается всплеск, причем он уже пошел, потому что идут регистрации из Москвы. Я вам звоню в суппорт периодически и спрашиваю, как дела. Сейчас прошла конференция в Гонконге очень большая, причем было турне по Азии. По таким странам, как Япония, Корея, Малайзия, Филиппины они заезжали. И закончилось это все в Гонконге большой конференции. Было представлено много новых продуктов. Буквально вчера эти новые продукты выложили, я заметил, в кабинете в разделе продукты. Так, я сейчас ссылочку сброшу, где это можно посмотреть. В разделе продукты. Так, вот здесь. Чат. Чат. То есть, по этой ссылке вы зайдете на сайт, залогинитесь и посмотрите, ну, ознакомитесь с новыми продуктами. Так, дальше поехали. Значит, на сегодняшний день компания выходит на биржу, уже намерение есть. То есть, компания хочет стать публичной акционерной компанией, владельцей которой будут наши консультанты, работники и акционеры. У нас есть прекрасная возможность участвовать в этом деле. То есть, компания была создана Клуб Ушредителей 2017 и напрямую купить акции компании, ну, по крайней мере, вариантов таких нет, не получится. То есть, компании надо что-то приобрести, конкретный продукт, это вот, физический, либо цифровой продукт и, участвуя в Клубе Ушредителей, по окончании года сверхприбыль компании будет разделена между этими участниками, которые выполнили определенные условия. И на эти заработанные деньги можно приобрести акции компании, когда компания выйдет на биржу и стать совладельцем и, естественно, получать пассивный доход. То есть, это будущее нас ждет. Так, поехали дальше. Значит, новый продукт, который появился буквально в декабре месяце, называется Discover. Это рекламная площадка, на которой можно рекламироваться, рекламировать все, что угодно, абсолютно любые товары и услуги, которые есть у людей. То есть, мы можем предусловлять этот продукт абсолютно любому человеку. Дальше. Там есть возможность у нас зарабатывать iRewards. И, естественно, iPayments. iPayments – это наша доля в компании. iPayments – это касается для старичков. Те партнеры, которые когда-то заходили на определенные пакеты. И в те пакеты было включено и определенное количество рекламы, и долевые единицы. Значит, по iPayments компания платит на сегодняшний день, надо будет уточнить, то ли 10, то ли 20% с мирового оборота. То есть, кто старички заходили еще несколько лет назад, они имеют эту возможность. iRewards – это внутренняя валюта, которую мы зарабатываем с разных мест. Это платформа Discover, это наш мессенджер UChat, это игровая платформа Gamesmart. И эти iRewards зарабатывает абсолютно любой человек. То есть, даже бесплатно зарегистрировавшийся человек, просто зарегистрировался по вашей рекомендации, он уже имеет возможность зарабатывать iRewards. iRewards собираются, и в дальнейшем вы можете их менять либо на деньги, если уже станете партнером компании, либо на сертификат Amazon на сегодняшний день. И этот сертификат Amazon можно будет обменять на какой-то товар, который вы выберете в магазине amazon.com. Дальше. Вчера я также размещал рекламу на платформе Discover и заметил такую фишку. То, что я могу потратить iRewards на поднятие своего объявления на этой платформе. Это мне напомнило аналогичную схему, по которой работает та же самая платформа, например, Avito. Авито знаете, что такое сайт avito.ru? Напишите плюсик, если знаете. Понятно. Отошли, наверное. Поехали дальше. На этой рекламной платформе Discover можно, то есть вы увидите две кнопочки. Зелененькая кнопочка – это заработать iRewards. Нажимаете, и там по 10 секунд выскакивает каждое объявление. И далее, далее, далее нажимаете. Максимум можно прощелкать, просмотреть 100 рекламных объявлений. И с правой стороны Post Ads. В данном случае слайд еще был на английском языке. На сегодняшний день все на русском языке сделано. Post Ads – это разместить рекламу. Вы заходите, кликаете на размещение рекламы и размещаете информацию о продаваемом продукте. То есть там указываете информацию, картинки укажете, ссылку на сайт укажете. Дальше. Укажете описание, естественно, телефон о себе и так далее. То есть все-все-все подробности. Дальше. Вот этого пока нет у нас. Что это будет, узнаем позже. Discover работает на разных странах. То есть, когда вы указываете информацию, вы указываете, в какой стране вы хотите, чтобы продавался данный продукт. Дальше. Следующий продукт – это GameSmart. Это игровой портал, который работает с лета прошлого года. Любой человек может пройти, зарегистрироваться на gamesmart.com и начать играть в любые игры. И нам на сегодняшний день платят за десять игр в день. То есть происходит оплата. Плачивают нам rewards. И эти rewards, естественно, собираются. И потом меняем на деньги, либо на сертификат Amazon. Так. Значит, десять игр в день – это пока идет промоушен. Потому что любой бесплатник, он пока по промоушену зарабатывает за десять игр в день. В дальнейшем бесплатникам будут оплачивать только пять игр в день. А уже консультанты будут также получать за десять игр в день. Значит, игр очень много. Установка. Появилось также мобильное приложение на смартфон. Можно его скачать с сайта gamesmart.com и установить там. Установка в два клика делается. Дальше. Есть еще у нас активационные пакеты Gamesmart. Что это такое? Я еще в сентябре приобретал по акции за сто долларов активационный пакет. Что это означает? В самой платформе Gamesmart есть некоторые игры, так скажем, условно платные. То есть, есть там внутренняя валюта, называется Smart Coins. И мало ли наши клиенты, которые играют в игры, они захотят что-то там на каких-то этапах ускориться, улучшить там свой персонаж, проапгрейдить его, как во любой игре. Они могут за это заплатить деньгами. То есть, они покупают в компании определенный пакет смарт-коинс и рассчитываются вот этими смарт-коинсами в некоторых играх на Gamesmart. Но это не все игры, они как раз используют вот эти смарт-коинсы. Так вот, что означает вот этот пакет за 300, за 600 долларов? То есть, если ваши потенциальные клиенты играют в игры и покупают вот эти смарт-коинсы, тогда вы получаете еще дополнительные комиссионные. Так, следующий продукт это ShopPro. Это онлайн-шоппинг-платформа. То есть, фактически это интернет-магазин для предпринимателей. То есть, если вы чего-то продаете, значит, вы можете, и вам требуется, скажем, интернет-магазин свой, вы можете приобрести продукт ShopPro и загрузить свой товар. То есть, цену установить, описание, то есть, все как в онлайн-магазине. Это онлайн-магазин. На сегодняшний день ShopPro, он интегрирован еще с мессенджером uChat, и любой человек, бесплатно установивший еще uChat, он также видит, ну, мы там видим друг друга, так же как в Skype, так же как в Viber, WhatsApp, то еще мы имеем возможность видеть, что находится друг у друга в настройках, то есть в профиле. И если у нас, допустим, куплен продукт ShopPro, то наши потенциальные контакты видят то, что мы продаем на ShopPro, то есть это дополнительный источник ваших заработков. Дальше, в планах компании организовать продажи европейских товаров через ShopPro. Вот, то есть, если у нас, допустим, нечего продавать, то есть мы не имеем никаких товаров, не знаем, что продавать, то в дальнейшем компания хочет, чтобы мы продавали предложенные какие-то товары. То есть, это так называемые, по типу eBay что-то такое будет. То есть, платформа это в процессе развития. Да, вот как раз об этом и сказано. Продавайте наши продукты из Азии, Европе и Северной Америки. То есть, компания будет что-то предлагать для продажи. Следующая платформа MobileNet. Эта платформа предлагает реальные физические товары, такие как смартфоны, планшеты, умные часы, аудиотехнику. И можно приобрести здесь эту технику и ее доставить домой. Буквально пару дней назад я решил заказать здесь умные часы. Сейчас покажу эти умные часы. То есть, вот такие умные часы. Они были анонсированы буквально пару месяцев назад. И старый продаж, ну только начался старый продаж. Вот я как раз позавчера приобрел. Заплатил 220 долларов по акции. И плюс доставка 20 долларов. На сегодняшний день у нас есть несколько часов. Разница между ними это только ремешок. То есть, вот в данном случае это мужские часы. Есть ремешки черные, синие и коричневые. Я взял с черным ремешком. В общем, как получу, сделаю обзор. Так, есть еще женский вариант. В данном случае такой цвет. В магазине я не видел, что был такой цвет. Значит, что у них необычного. Там есть... Он показывает, в общем, температуру, пульс, активность. Количество шагов, калории. Там, количество, это самых, кислородов крови. То есть, для спортсменов, в принципе, нормально. Я, в принципе, потому что я, допустим, спортом занимаюсь. Там, на стадионе пробежался. Здесь часы на руке. Я думаю, будет показано количество, там, сколько я, там, километров пробежал. Пульс, естественно, будет показано, кардиограммы. То есть, фактически, врач на руке, можно сказать. Так, женский вариант тоже есть. Только ремешки есть белые, красные и розовые. Вот такого цвета ремешков сейчас нет. Дальше. Есть еще новый телефон iPhone 2.0. Этот телефон производит завод Asus. Asus, это известная компания, работающая уже больше 15 лет на рынке. Зарекомендовавший себя бренд. Поэтому, качество, само собой, разумеется. Телефон, я вам скажу, навороченный. Там и камера 23 мегапикселя, и 6 гигабайт оперативной памяти, и внутренней памяти очень много. Более подробные характеристики мы должны со дня на них получить. Потому что руководство только-только приехало с азиатской конференции. Да, телефон хорош, надо будет брать. Так, MobileNet. Это еще что-то будет, пока не готов объяснить. Дальше. Аудио. Аудио. Что это такое? Это аудиотехника. Значит, вот эта аудиотехника, она у нас из Японии. В Японии у нас есть еще одно подразделение, производящее вот эти наушники. То есть, фактически, наушники мы получаем из Японии. Вчера, я обратил внимание, у нас появились наушники Bluetooth. Здесь на слайдах их еще нет. Значит, вот эти наушники, они проводные. И плюс еще, вот то, что я видел в кабинете, есть еще по Bluetooth, то есть, беспроводные. Вот они как раз беспроводные. Вот такие наушники уже в продаже появились. Дальше появились наушники. Сейчас посмотрю. Так. Вот такие динамики появились уже в продаже со вчерашнего дня. Беспроводные аудио, маленькие динамики. И еще меня. Зачем они нужны? Ну, пока я не представляю их применение. Ну, возможно, кому-то это интересно будет. Дальше. Так, мобильные приложения. Так, по наушникам. Появились еще наушники беспроводные. Такие маленькие, то есть, спортивные. То есть, воткнули в уши, проводов нет. Есть кнопка переключения звука, громче, тише и прием. И также появились еще наушники, которые такие маленькие. Вот. Просто в ухо воткнули. Вообще там без проводов. Тоже интересная технология, набирающая популярность. Дальше еще я заметил, что вчера в кабинете. А у нас появились пакеты, которые включают в себя как раз несколько физических товаров. Допустим, вот такие наушники, плюс там часы, плюс там еще что-нибудь. Либо, допустим, телефон плюс наушники. Либо с комбинацией вот с такими беспроводными динамиками. И еще какие-нибудь другие товары. Фактически они собрали вот эти товары по ценовой категории на сумму 600 долларов. Что это означает? Почему не на 600 долларов? Потому что для новичков как раз имеется возможность попасть в клуб учредителей, приобретя в компании что-нибудь за 600 долларов. И вы уже являетесь участником клуба учредителей. Фишка заключается в чем? Допустим, на сегодняшний день, вот я 7 лет в интернете работаю и слышал много разной информации по поводу акционирования. В любом случае, человек приходит в компанию, платит деньги для участия в клубе, то есть в плане акционирования. Все обещают, но по факту нигде этого, ну результат это нет. Компания закрывается и все, и деньги пропали. В итоге у участника, который является акционером, остается только в лучшем случае документы. Ну, приведу личный пример. Я когда-то участвовал в компании открывающей, ну, которая должна была заниматься блинными, сеть блинных, и в итоге у меня стопка акций лежит, и все. Ресторан проработал полтора года. Было два ресторана, и оба закрыты. Их не существует. То есть, кроме как бумаги для отклейки туалетной комнаты, у меня больше ничего не осталось. И также еще есть личный кабинет. Все. В данном случае, если мы предложим клиенту стать акционером, клиент купил конкретный пакет, включающий, допустим, телефон плюс беговые наушники, либо, допустим, вот это беспроводные наушники, плюс там умные часы, плюс там еще что-нибудь на 600 долларов, ему, естественно, пришлют домой заказанный физический товар, он им пользуется, и уже человек ничего не потерял. То есть, у него конкретный товар, которым он пользуется. В дальнейшем у нее есть возможность также, если компания выйдет на биржу, значит, будет пассивный доход. Следующий продукт – это AppMart. Что это такое? Это мобильные приложения. Больше года назад компания обратила внимание на рост мобильных приложений. Стоимость мобильных приложений на нашем рынке просто зашкаливает. Минимальная планка – это 200-300 тысяч рублей в России стоимость заказать мобильные приложения. Причем это зачастую под одну платформу, то есть, либо это под Android, либо под iOS. Естественно, за вторую платформу надо заплатить столько же. Средняя цена приложений в России обычно около 1 миллиона рублей, либо даже больше. Я встречал суммы и 5, и 7 миллионов рублей. Это только за одну платформу разработка. Axis у нас предлагает гораздо более лучшие условия. То есть, минимальная стоимость создать мобильное приложение – это начинается от 600 долларов. Причем сразу под две платформы – под Android и под iOS. И еще это же мобильное приложение находится в маркете приложений. То есть, зайдя на сайт appmart.pro, там можно увидеть перечень мобильных приложений, которые создала компания. То есть, там на сегодняшний день, в основном, наши партнеры из Китая очень много мобильных приложений заказывают. Ну, они в основном являются потребителями данной продукции. Потому что в Китае, в Азии, в азиатских странах компания имеет большое развитие. У нас развитие еще не очень. Так, следующий продукт – это VideoMed. Что это такое? В 2015 году корпорация Axis приобрела компанию iWave. Приобрела именно технологию компании iWave. И все, что было в iWave, теперь продается под брендом VideoMed. То есть, это сервис видеоконференции, там видеопочта, трансляции, там много чего-то всего. Так, следующий продукт – это Webcast Pro. Webcast Pro – вот вы сейчас находитесь в продукте Webcast Pro. То есть, это сервис видеотрансляции. В ближайшее время мы ожидаем новый Webcast Pro, именно Event. Его сейчас доделывают. Что это означает, Event? То есть, надо провести какую-то конференцию на огромное количество людей. Допустим, там будет тысяча, две, три, пять тысяч человек. Обычно конференц-комната зачастую не в состоянии выдержать такое количество людей и просто все блокируется. И как раз компания создает такие конференц-комнаты, которые выдерживают до пяти тысяч человек. То есть, в ближайшее время этот продукт должен появиться. Дальше. UChat. UChat – мобильный сервис, сообщения. Сейчас у нас появилась еще видеосвязь. Там можно и группы создавать. Группы до ста человек на сегодняшний день. Дальше. Не так давно, пару недель назад, за пользование UChat мы начали получать вознаграждение. То есть, пользуемся точно так же, как и известными мессенджерами, такими как Viber, WhatsApp, Skype. Отправляем SMS-ку, получили вознаграждение. Отправляем там стикеры. Стикеры все бесплатные, стикеров очень много. Дальше. Можно звонить, можно делать видеозвонки. Уже есть несколько видеообзоров. Поэтому много чего уже есть. И самое главное – отличие. За пользование UChat мы получаем вознаграждение. Кроме того, интересная фишка я заметил. Мы можем приглашать наших партнеров потенциальных просто в UChat. Не обязательно регистрироваться в Аксессии через официальный сайт. Встретились с кем-то из человек, с друзьями. У тебя есть UChat? Нет UChat. А хочешь получать вознаграждение? А как это? А вот поставь вот этот UChat, мы с тобой будем общаться и будем получать вознаграждение. А что по Viber, WhatsApp? Никому никто не платит. Но компания-то миллиардер. Что толку от того, что мы раскручиваем компанию миллиардера, они нам ни копейки не заплатили и не заплатят. Поэтому делимся информацией бесплатно, бесплатное приложение. И наши друзья заходят в Play Market, либо в App Store, скачивают UChat. Вы даете сразу же свой ID номер. Человек моментально зарегистрировался, ему смс-ка пролетела для подтверждения о регистрации. Он заходит сразу же со своим полученным ID номером. И все, вы уже в контактах. Добавились друг к другу и начинаете общаться. Итак, цепная реакция, друг за дружкой. Это все должно пойти. В принципе, UChat сейчас тоже смотрю, общаюсь с людьми. Ну, набирает определенную популярность, но еще не массово. Массовость начнется, когда определенное количество людей будет уже зарегистрировано здесь. Дальше. Еще один новый продукт. Это почта Access Mail. Фишка этой почты заключается в том, что, во-первых, там не закидывают нас рекламой. Это раз. Во-вторых, все очень просто, наглядно и есть определенные фишки, которые отсутствуют в любой другой почте. Почта не взламывая. Здесь также есть двойная аутентификация через секретный пароль. Секретный пароль мы устанавливаем в кабинете вручную. То есть это будет ваш код. И здесь есть сквозное шифрование. Здесь много технологий по защите почты. Я уже почтой этой пользуюсь с лета. В принципе, очень хорошей почтой. Дальше. iRevertShot. Это нас ждет. Это новый продукт. iRevertShot. Это внутренняя валюта, которую мы зарабатываем с разных мест. И у людей собралось их очень много, этих iRevertShot. В ближайшее время должен появиться еще iRevertShot. То есть такой новый сервис, где мы сможем вот эти iRevertShot поменять на какие-то продукты или сервисы. Так. Дальше. Будущие продукты. Новый продукт вышел совсем недавно. Это Fantasy Esports. Что это такое? Это еще одна игровая платформа, на которой мы сможем зарабатывать еще дополнительные деньги. Что это за платформа? Значит, всем известны игры такие, Counter-Attack, Dota 2 и многие другие. Они имеют место быть. Значит, люди их знают, эти игры. В них готовы играть. И готовы... Ну, то есть эти игры, они вообще платные. Дальше проходят определенные турниры, почти каждый день. И, допустим, было у нас занятие. В 2016 году... Вот на занятиях рассказывают, что в 2016 году был чемпионат мира по игре Dota 2. На котором было очень много людей. То есть люди смотрели, и участники выиграли... Ну, та команда, которая победила из участников, выиграла фактически 8 миллионов долларов. То есть за последний турнир. В принципе, это хороший доход. На этом можно тоже заработать. И если заняться именно созданием команды игроков, то с выигрыша вы имеете 50%. То есть если ваша команда выиграет там какую-то сумму денег, допустим, миллион долларов, 50% от миллиона, в принципе, тоже хорошие деньги. Продукт новый, поэтому в процессе изучения у всех партнеров компании... Это слайды как раз по новым продуктам. То есть фактически это заработок на игроках. Игроков у нас вообще очень много. Если вы наберете ту же самую игру Counter-Strike, есть множество групп ВКонтакте, есть в Фейсбуке группы. Можете приглашать людей. Люди готовы играть в эти игры. Так, мобильный сервис оплаты. Это нас ждет. Дальше... Это нас ждет. Клуб учредителей я рассказал. То есть мы сможем приобрести акции компании еще с 15% скидкой. И дополнительно, естественно, деньги заработать на клубе учредителей. Дальше. И создаем пассивный доход. Поэтому на сегодня я закончил презентацию. Если остались у вас вопросы, я могу ответить. Машка. 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 Звучит музыка. Так, да, запись сейчас я сохраню, должно все получиться. Так, заходите в группу, если еще у вас там нет. В группе выложу запись. Так, во вторник, каждый вторник компания у нас сама проводит вебинары. Поэтому в 9 вечера во вторник приглашайте людей на вебинары от самой корпорации. Скорее всего, в этот вторник у нас будет много новостей. Скорее всего, будет Ани Джанг, это наша лидер компании. Женщине, сколько ей, 60 с лишним лет где-то, миллионерша. Заработок у нее свыше 5 миллионов долларов в год здесь с корпорации. Под ней находится фактически вся Азия. То есть, и она как раз расскажет нам новости, которые были в Азии. Вот, в компании у нас хорошо работает суппорт. Можно в любой момент позвонить и любые вопросы решить. Суппорт работает у нас по будням. Можно написать сообщение через кабинет и буквально, ну, очень быстро отвечает. И также можно сделать звонок в США и на русском языке ответят из суппорта. Так, ну хорошо, ладно, вопросов. Вопросы, если есть, пишите. Если нет вопросов, давайте еще минутку и закругляемся. В следующий раз я расскажу про маркетинг. Наверное, через неделю. Может быть, в среде в будни, но пока не уверен, что у меня будет время. А по воскресенье могу проводить вебинары. То, что более-менее свободен. Ага, хорошо. Ну хорошо, ладно. Спасибо всем. Тогда закругляемся. И сейчас я выложу вебинар. Запись. Всем пока-пока. Всем удачи. Хороших выходных.